Икона Николая Чудотворца Икона была доставлена в храм нашим знакомым Сергеем, который вез ее через много границ в рюкзаке нелегально, потому что не успевали получить разрешение не только на то, что икона не является художественной ценностью, историческим наследием, но нужно было еще разрешение, коль скоро она сделана из камней, что эти камни не являются какими-то там сверхважными для российского фонда сверхважных камней. Икона везли в рюкзаке, с боков были поставлены банки со спиртом, и где-то на границе пришлось везущему человеку сказать, что ребята, это полярникам спирт, они там в Антарктиде, понимаете, им холодно. И каким-то образом, каким-то чудом удалось провести эту икону вот сюда, на край света, и вовремя иконы вместе с храмом были освящены. Ну, храм Святой Троицы, значит, храм построен 15 лет назад, значит, он сделан в Сибири, в республике Алтай, рядом с горноалтайском, из кедра. Вот такой запах, да, вот. А во время службы такая, знаете, смесь, запах ладана и запах хедра. Вот так, сразу вот, Русью пахнет, русским духом. Вот. Ну, такая вот особенность архитектурная, это 8 цепей. Храм стянут цепями от маковки, вот, и вот эти цепи уходят в фундамент, в скалу туда, вот. Потому что очень сильные ветра, вот, у нас новые яхтсмены, они сегодня прекрасны, как известно. Вот мою прошлую зимовку было до 47 лет. Это достаточно много. Ну, это урагальные ветра. Да, и храм, в общем, вот, здорово молиться, как будто на порту галеона какого-то. То есть скрипит обшивка, цепи скрипят там от натяжения, вот, и, в общем, как-то так здорово. Субтитры создавал DimaTorzok